Каким образом культура космополитическая и, в общем, западная по своей природе, европейская, скажем так, по своей природе, пришла к оправданию изоляционизма? Каким образом культура для самого функционирования которой необходима политическая и гражданская свобода стала оправданием многолетней несвободы и более того ее главным адвокатом в мировой культуре сегодняшней? А вот тема тюрьмы, концепт тюрьмы в русской литературе, вероятно, главный, поскольку русская литература и русская жизнь удерживаются именно за счет этого могучего подсознания нации. Тюрьма и есть такое национальное подсознание, но в сегодняшней лекции мы осветим три главных функции тюрьмы в русской, не скажу культуре, а в русской жизни. И именно поэтому Александр Солженицын, один из наших пяти нобелевских лауреатов, заслуживает звания великого писателя. Он ударил в самую больную точку. Его книга «Архипелаг ГУЛАГ», которой мы посвятим даже две лекции вместо одной, это ключевое произведение русской прозы XX века. Во всяком случае, самое главное произведение. На второе место я поставил бы прозу «Орла Машаламова». Значит, начнем с того, да, что мы будем делать. На протяжении примерно часа, может быть, чуть меньше, я буду рассказывать свои соображения. В остальные полчаса, если надо, то и больше, я весь ваш. Мы будем отвечать на ваши вопросы и вступать с вами в дискуссию. Итак, мы будем в течение примерно восьми недель по два раза анализировать громадный объем русской тюремной культуры. Как тюремной субкультуры, то есть поэзии, шансона, мемуаров, так и литературы, в которой тюрьма освещается, так сказать, эсайд. Не на личном опыте, а со стороны антиутопий, рассказов разного рода философских работ, как метафизика тюрьмы Эдуарда Лимонова и так далее. Но пока нам приходится констатировать с точки зрения обыкновенного структурализма, с точки зрения истории русских фабул, одну довольно парадоксальную, но если вдуматься, многообъясняющую вещь. Большинство русских романов начинаются в салоне, а заканчиваются на каторге. Первый русский масштабный роман, роман, кстати говоря, в стихах, потому что для прозы нужен более серьезный уровень социальной рефлексии. Первый русский роман Евгений Онегин тоже должен был начинаться именно в салоне или, по крайней мере, в усадьбе, а заканчиваться на каторге. С чем это связано? Вообще, надо сказать, что в русской жизни локаций очень немного. А я сейчас говорю о локациях, ну, как применить на компьютерной игре, о локациях, прежде всего, русской литературы 19-го столетия. Если их перечислять, то окажется, что это салон, то есть место, где интеллигенция или аристократия обсуждает свои проблемы, усадьба, место, где русская интеллигенция или аристократия пытается применить к народной жизни свои утопические концепты, и каторга, где она расплачивается за свои попытки разговаривать или осуществлять эти разговоры. Никакой другой локации, при всем желании, вы в русской жизни не найдете, кроме еще двух вариантов. Один – война, которая является до известной степени заменой каторги. И более того, скажем иначе, война – это отвлечение от тех проблем, в результате которых вы рано или поздно оказываетесь на каторге. Но войной заканчиваются очень немногие русские романы, в частности Анна Каренина, в которой война является разрешением как бы неразрешимой коллизии. Россия пытается из-под одной власти выйти под другую, ничего из этого не получается, она гибнет, гибнет женщина ее олицетворяющая, а мужчина уезжает на войну, потому что война для него единственное место, куда он может деться после крушения очередных реформ. Военная проза в России количественно, очень немногочисленна, потому что значительная часть этой прозы идеологизирована. Офицеры могут либо писать что-то патриотическое, либо скатываться, как Толстой, на пацифистские позиции и подвергаться моральному астротизму. То есть тоже моральный выбор очень невелик. Есть еще один концепт, который вы, может быть, меня назовете. Вы знаете, что если не задавать аудитории вопросы, она в какой-то момент засыпает. Поэтому еще один, еще одну локацию русской прозы вы мне назовете «Слепочка». Но подозреваю, что не назовете. Дорога, можно спросить. Кто сказал? Кто сказал? Я, Александра Рыгоцкая. Саша, вы очень умны. Это дорога. Вы совершенно правы. Причем дело в том, что дорога – это в некотором смысле главная русская локация, как в смысле географическом, так и в метафизическом. Объясняю почему. Россия – очень большая страна, страна огромных расстояний. Но по этой дороге, вот ужасный парадокс, понимаете, я говорю об этом, вы сами ужасали. По этой дороге некуда приехать. То есть дорога является самоцелью. Куда бы вы ни приехали, на всех путях вас ждет гостиница уездного города Н. И это одна из причин, по которой не закончены мертвые души. Ведь мертвые души, Петру Андреевичу Вяземскому, принадлежит наивная идея, что Гоголь хотел писать поэму в трех томах и делать из нее ад, чистилища и рай. На самом деле Гоголь вдохновлялся вовсе не божественной комитет. Его вдохновляла Одиссея, жестокую пародию, на которую он, собственно говоря, и писал. И вот что любопытно. Его Одиссей Чичиков не может вернуться на Итаку, потому что у него нет Итаки, у него нет Родины. Это дорога, по которой приехать некуда. И самое печальное, что мертвые души заканчивались в тюрьме. Вот это удивительно, потому что первоначальный концепт романа, назовем это поэмой, первоначальный концепт заключался в том, и может быть кто-то из вас об этом знает, что Чичиков попадал за свои махинации сначала в тюрьму, в конце второго тома, куда его запихивал Муразов, мразь, самый отвратительный персонаж предполагаемой трилогии. А потом в конце оказывался на каторге «Here comes everybody». То есть это, кстати говоря, может быть, даже кто-то помнит «Here comes everybody» – это название трактира из какого великого романа? Слава богу, что вы этого не знаете. «Фениганзуэйк». Так вот, «Here comes everybody» – это название русской каторги. И, может быть, кто-то из вас даже знает чудом, какой еще из героев там Чичикову встречался. Вот там, в «Мертвых душах», в финале Чичиков сослан на каторгу, сослан в Сибирь, и туда к нему приходит босой странник, раздавший все свое имущество. Гениальная догадка о том, что Гоголь как бы попытался написать всю русскую литературу сряду, включая отца Сергия Льва Толстого. Кто же был этот странник, раздавший все свое имущество, согласно воспоминаниям Аксакова? Вы можете угадать. У какого героя Гоголя меньше всего шансов раздать свое имущество? Он физически так им дрожит, что не может с ним расстаться, даже когда оно сгнило. У Плюшкина? Плюшкин, разумеется. К Чичикову на каторгу приходит босым странникам Плюшкин, который раскаялся в жадности и понял, что в России единственный способ все сохранить – это все раздать. Таким образом, получается, что каторга – это как бы универсальный псевдоним того, чем все заканчивается в жизни. Поскольку все вы, в основном, довольно молодые люди, мне горько задавать вам вопрос, а чем же все заканчивается в жизни? Разумеется. Приятно, что вы в курсе. Мне было бы жаль открыть вам эту истину. Так вот, каторга и есть универсальный псевдоним смерти. Но относительно смерти у нас с вами есть как минимум три версии. Три, потому что у нас есть три варианта посмертного бытия. Давайте их перечислим. Первый – это сразу понятно. Ничего там нет. Мы умираем, и на этом все прекращается. Тюрьма – это место, откуда нет возврата. Тюрьма – это смерть. Тюрьма – это хуже некуда. И есть еще два варианта, которые вы мне тоже с легкостью назовете. А именно… Рай и ад. Рай и ад. Совершенно верно. Так вот, вы не поверите, но в русской литературе есть огромное количество авторов, считающих тюрьму раем. И это люди, которые прошли тюрьму. И один из тюремных поэтов так и формулирует. Ты, душе, глоток, озона, здравствуй, зона. С чем это связано? С тем, что тюрьма – пространство, где заканчиваются все ограничения. Никто не бывает так свободен, как в тюрьме. Возможно, вы даже догадаетесь, какая категория людей оказывается единственным отрядом, способным сопротивляться диктатуре. Ведь в 1952 году, за год до смерти Сталина, в России начались народные восстания. Вы все… Многие, кстати, сегодня спрашивают, а как же люди терпят? К сожалению, как это не горько сказать, люди терпят до те и до той поры, пока им есть что терять. А кому нечего терять? Это заключенные, причем заключенные воркуты, действительно пребывающие в чудовищных условиях, и природных, и социальных. И восстания начались именно с воркуты. Зэки – это все экзистенциальные персонажи, те голые люди на голой земле, у которых не остается морального выбора, они уже умерли. И это странным образом корреспондирует замечательную мыслью Имамото Сунетома, автора Хагакуре, самурайского руководства по жизни, которое учит нас. Каждое утро представляй себя мертвым, каждый день действуй так, как будто ты уже умер. Таким образом, тюрьма для многих является пространством абсолютной свободы, потому что там ты уже свободен от самого главного, от страха за свою жизнь. А именно страх за свою жизнь, как это не горько говорить, является главным тормозом всех наших добрых поступков. Концепция тюрьмы как рая присутствует, например, в тюремной переписке Юлия Даниэля, который пишет жене. Я никогда бы не предположил, что в первый свой тюремный вечер я буду участвовать в дискуссии о Сартре и Кавке и буду в этой дискуссии далеко не самому эрудированным участником. Это пишет один из главных, один из самых известных московских интеллигентов-диссидентов, кумир интеллигентных женщин своего поколения. Человек, о котором Мария Розного вспоминает, что, слушая Даниэля, вы забывали об его обезьяне и внешности. Он говорил как пророк, но в тюрьме этот пророк чувствовал себя на вторых ролях. Второе столь же уникальное свидетельство тоже связано с именем Даниэля. На концерте лагерной самодеятельности Вадим Делане, известный заключенный по чехословацкому делу 1968 года, протестант на Красной площади, говорил, «Единственным местом, где мог быть исполнен романс на стихи Юлия Даниэля, оказалась зона особого режима, идеологическая зона в Потьме». И действительно, там Делане спел свой романс на стихи Даниэля «Цыганки». Вот это удивительно, что зона – это место, где кончаются все ограничения как социального, так и дистанциального порядка. Трактовка зоны как рая присутствует, кстати говоря, и у Солженицына. Он говорит, если бы не мое восьмилетнее заключение, я остался бы советским писателем. Более того, я был бы рьяным идеологом этого режима, ибо, добавляют он, и это великая формула, которая вам много раз в жизни пригодится, каждый из нас способен объять только ту часть истины, в которую уткнулся рылом. Довольно жестокие, но очень точные слова. Понимание зоны как ада, то есть место, где практически исключен какой бы то ни было духовный прогресс, зоны как место тотальной вредоносности, тотального насилия и унижения – это прежде всего Варлам Тихонович Шаламов, главный оппонент Солженицына в русской литературе. Но есть еще один довольно любопытный, как бы синтетический момент. «Зона может быть, безусловно, адом, но это место, в котором у многих открываются глаза». И здесь невозможно не процитировать еще одно стихотворение Даниэля, посвященное Анатолию Марченко, автору самой откровенной книги о советской зоне «Мои показания». Марченко был классический советский пролетарий, который попал на зону в общем по ошибке, по судебной ошибке, который взял на себя чужую вину в уграблении, который не был идейным противником режима. Идейным противником режима он стал на зоне, увидев то, каким унижением подвергаются там люди, и главное, увидев то, до какой степени там не работает ни один закон. То есть человек, попавший туда, как бы выводится не только из-под действия всех законов социальных, но также всех законов моральных и, страшно сказать, биологических, потому что те резервы выживания, которые открываются у человека, оказываются совершенно непредвидными. В фашистских концлагерях не было такого, что было в ГУЛАГе. И вот Анатолию Марченко, который там стал диссидентом и оглох там от удара охранника в ухо, Даниэль посвятил такое четверостишее. А в общем неплох твой странный удел. Ты здесь и оглох, ты здесь и прозрел. Это момент прозрения. Мы будем отдельной лекцией, отдельным концептом рассматривать тюремную прозу не художественного или полухудожественного, во всем случае, а идейно-теоретического плана. Это сделанные в тюрьме великие и, может быть, слишком масштабные открытия. В тюрьме, когда у людей появляется много времени думать, они не могут воспринимать действительность. Действительность крайне монотонная. И за дня в день она однообразна. Но появляются у людей, которые что-то помнят, появляются возможности применить свою культурную память. Так Татьяна Гнедич по памяти переводила Байрона о знаменитой Лев Гумилев именно на нарах в крестах придумал теорию пассионарности. Чтобы не сойти там с ума, он вынужден был заниматься анализом истории и поиском ее закономерностей. Естественно, многих источников он там не имел, поэтому его теория пассионарности имеет огромное количество фактических внутренних противоречий. Но, как говорил в свое время Эйнштейн, ему приписывается эта фраза, «Если факты не вписываются в мою теорию, тем хуже для фактов». Соответствующая всеобщая теория всего построена Даниилом Андреевым в книге «Роза мира». В Марфинской шарашке свою теорию революции изобретал Солженицына, налегла потом в основание Красного колеса. Свою теорию распределения густот и пустот в мире придумывал Дмитрий Панин в той же Марфинской шарашке. И, наконец, одна из самых знаменитых теорий, академик Николай Козырев, вообще-то астрофизик, сидя в Норильске, в лагере, где, кстати, он сидел вместе с Альвом Гумилевым, именно там придумал свою теорию материальности времени. Самая интересная физическая теория, которая, как ни странно, имеет до сих пор весьма серьезных сторонников и противников. О Козыреве мы, если хотите, поговорим отдельно. Но вот что самое интересное. Козырев доказал, что с помощью двух алюминиевых зеркал можно путешествовать во времени. А теория эта многократно разоблачена, и ложность ее многократно доказана. Непонятно одно. Таким образом, доходивший, умиравший от голода Козырев в тюремной командировке в Норильской тундре сумел попасть в будущее на три дня и там подкормиться, а потом вернуться. Никаких других причин, объясняющих его чудесное спасение, кроме двух алюминиевых зеркал, у нас нет. А доказательства жизни есть. Козырев умер бы, если бы не это. Более того, у нас есть замечательная повесть братьев Стругацких, которая так и называется «Попытка к бегству», где герой с помощью двух алюминиевых зеркал осуществляет бегство в будущее, там попадает в то же самое и возвращается обратно. Это герой, правда, бежит из фашистского концлагеря, но из отброшенного пролога про 1937 год мы знаем, что имелось в виду. А почему братья Стругацкие это придумали? А потому что научным руководителем Бориса Стругацкого в Пулкове был академик Козырев, который и рассказал ему о своем чудесном спасении. Как вы понимаете, все это тоже относится к области малонаучной фантастики, но создание в тюрьме всеобщих теорий всего подтверждает глубочайшую мысль о том, что тюремный мир – это мир, с одной стороны, крайнего угнетения всех физических функций человека, мир полного угнетения и умерщвления плоти, а с другой стороны – это мир огромного небывалого духовного прорыва. И этот духовный прорыв выражается, как правило, в создании пусть абстрактных, пусть заумных, пусть парадоксальных, но все-таки теорий, объясняющих даже это чудовищное положение. Ведь сталинский мир, точно так же, как сегодня мир путинский, нуждается в резондетор, в идеологическом и философском обосновании. Надо понять, как мы в это попали. И отсюда страшное количество историасовских, физических, моральных теорий, которые появляются в русской тюрьме. И это мы тоже включаем, как и «Розу мира», написанную в Владимирском централе, мы тоже это включаем в набор тюремной литературы. Весьма любопытно проследить на материале пока XIX столетия, каким образом в тюрьму приводят решительно все пути. Почему так получается, что начавшие с невинной болтовней, сначала эти разговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры, и не входило глубоко в сердца мятежная наука, пишет Пушкин. Все это было только скукой и так далее. Каким образом эти разговоры приводят с неизбежностью накаток? Рассмотрим тот самый случай. Кто-то там у нас включился? Здрасте. Неважно, пропустим звонок. Секунду. Это не ко мне уж, простите. Возможно, кто-то из героев нашего лекционного курса, тюремщиков, пытается нам таким образом подсорвать это удовольствие. Дмитрий Львович, А вот можно задать вопрос или позже? У вас сейчас как раз есть время задать вопрос. Да, я просто, я очень хотел узнать у вас, вот, вера между творчеством Соженицына и Шаламова, кто из них ближе лично вам? И кто вас больше готов? Ближе вам, как писатель? Как писатель Шаламов, как идеолог Соженицын. Я же, понимаете, везде стараюсь брать хорошее. Как говорила Куджава, человек должен из всего извлекать лучшее. Несчастная любовь – это страдание, безусловно, но лучше страдать от несчастной любви, чем от недостатка еды. Надо уметь брать от жизни любимые страдания и любимые наслаждения. Так вот, от Шаламова я беру виртуозную стилистику и гениальное качество его прозы. От Соженицына я беру его неубиваемую веру в бессмертие человека. Непобедимую веру в то, что человек не является страшным животным по Шаламову, а является созданием Божьим. И, кстати говоря, я хотел бы вас, братцы, адресовать к прозе, которая снимает это противоречие. К прозе Юрия Домбровского, который видит мир по-шаламовски, а интерпретирует его по-служеницынски, поэтому он каким-то невероятным образом умудрялся дружить с обоими. Мне, кстати, вспоминается история, когда Шаламов пришел к Домбровскому, ну, у Домбровского, как всегда, бушевало застолье. Он очень любил это делать. И Шаламов, страдавший болезнью Миньера, весь перекрюченный, крикнул ему с порога, «Юра, поздравь меня! Я оглох и больше не слышу всей этой херни!» на что Домбровский с его зубами ему ответил, «Лучше б ты нахер ослеп!» Вот в каком-то смысле вот это видение мира по Шаламову, оно является ключом к тому страшному миру, да? Слышит он все правильно, он видит ужасное. Вот поэтому об этом мы будем говорить. Но у нас конфликт у Солжениста и Шаламова будет посвящена отдельная лекция. Так вот, возвращаясь к Евгению Онегину, как получилось так, что главный герой романа оказывается накатан. Но ведь главным героем романа является вовсе не Онегин. У Пушкина, как вы знаете, название всегда расположено чуть покасательней, потому что, и это главный его прием, в жизни вообще все как бы диагонально. Прямое высказывание никогда не может быть верным. Оно всегда провоцирует косвенную догадку. С годами, я думаю, вы в этом убедитесь. Так вот, главный герой романа, роман, имеющий автора в виде прототипа, главный протагонист романа, конечно, не Онегин, а кто? Татьяна. Татьяна, разумеется, именно Татьяна является как бы зеркалом, как бы отражением тайной возлюбленной Пушкина Марии Волконской, которая изначально была Раевской, дочерью генерала 12-го года и женой декабриста. Конечно, все попытки привязать девятую главу Онегина, назвать ее десятой, и привязать ее к декабристскому восстанию и к будущей эволюции Онегина, они довольно наивны, потому что совершенно очевидно, что Онегин не может быть членом тайного общества. Он не военный, а это общество преимущество военное. Он не мыслитель, он не революционер, он скучающий, очень неприятный Пушкину человек, списанный с Александра Раевского, демона, который вообще к своим великим братьям имел отношение идеологически очень косвенно. А Александр Раевский это просто очень плохой человек, адресант стихотворения Пушкина коварность. А Онегин это акт личной мести всей великосветской, условно говоря, тусовки, которую Пушкина всегда безумно раздражала. А вот Татьяна попадает в Сибирь каким же образом? За кого она выходит замуж? За Гремина, то есть через него. Гремина он вообще-то говоря в опере. Она выходит замуж за генерала, а генерал имеет высочайшие шансы быть участником Союза спасения. Вот этим-то и диктуется идея. В телеконструкции Игоря Дьяконова, которую я вам горячо рекомендую просто для общего развития, в статье Игоря Дьяконова о возможном финале Онегина прослеживается любимая мысль Пушкина о симметричной композиции. Три части по три главы. В романе должно было быть девять глав. И после путешествия Онегина, после его встречи с Татьяной, Татьяна уезжает в Сибирь, и это естественный для нее финал. Татьяна по самому своему моральному складу именно жена декабриста, которая, не разделяя его взглядов, хочет разделить его судьбу. Это и есть пушкинское понимание чести. Она оказывается в Сибири, и, конечно, все творчество Пушкина как бы съезжает на восток. Отсюда его поездка в Оренбург, отсюда его интерес к Пугачевскому бунту, и отсюда его обещание, данное декабристам, посетить их на каторге. Именно потому, что для него их каторга была большим подвигом, чем их восстание. Ибо это подвиг духовный, а духовным подвигом Пушкин придает большее значение. Татьяна, как и ее прототип, Мария Волконская, должна была поехать с мужем на каторгу, и именно этим продиктована довольно скептическая, вместе с тем и восторженная, описание декабристской среды. Считал свои Наэли Пушкин, он не зря сюда вписывает себя, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Я должен вам, кстати, сказать, что поездка декабристок на каторгу воспринималась в обществе далеко не с тем пиететом, с каким воспринимал это Пушкин, с каким впоследствии воспел это Некрасов. Многие считали, что это безрассудство, что это по отношению к своим детям подло, что это неуважение к империи, что это смешной жест. Но любой героизм всегда воспринимается как смешной жест, особенно обществом трусов, которые сами свою трусость норовят постоянно оправдывать. Следующий великий русский роман, действие которого начинается в Салоне, а заканчивается на каторге, это «Война и мир». Потому что в первом наброске романа, который называется «Декабристы», действие начинается в 1856 году с того, что из Сибири возвращается прощенный декабрист Пьер и его жена Наташа. В финале «Войны и мира» мы помним, что Пьер вступает в союз благоденствия в 15-м году, и ему говорит Николай Ростов, «Ежели меня пошлют, то присяга моя велит в тебя стрелять». Вот это финал романа «Война и мир», где главным финалом войны 12-го года, которая привела к объединению русского общества, является фундаментальный раскол на тех, кому совесть вели протестовать и тех, кому присяга вели сажать. Этот раскол никуда не делся, он остался и сейчас, он был раньше раскола на славянофилов и западников, это раскол русского общества на земщину и опричнину, на тех, кому все можно и тех, кому ничего нельзя. Пьер, понятное дело, в этом расколе принадлежит к земщине, а Николай капричнине, к тем, кому все можно, к тем, кого избавляют от Химеры Сутина. Ну и уж, понятное дело, абсолютно все романы еще одного русского писателя тоже заканчиваются на каторге. А что же это за писатель? Ну, конечно, Достоевский. А почему Достоевский? А потому что сам Достоевский испытал это на собственном печальном опыте. Ведь чего уж там говорить, Федор Михайлович сам ввел некоторые разговоры. Ведь его за чтение письма Гоголю на совершенно невинном собрании Петрашевцу, письма Белинскому Гоголю, письма Белинского Гоголю, за чтение этого письма он получил сначала приговор к расстрелу, потом восемь лет, потом эти восемь лет скостили до четырех, и потом его высочайше простили и выпустили. С чем это было связано? Преимущественно с тем, что Достоевский искал другого будущего. Ему тесно было в России. И вот он доискался. Он ненавидел каторжный опыт. Дело в том, что Достоевский всюду своего, ну, крайне некоммуникабельного нрава на каторге был страшно одинок. У него не было там ни друзей, ни собеседников. Его с трудом терпели, ненавидели. Он еще при этом переживал тяжелейший духовный перелом, потому что он же ехал на каторгу мимо декабристов, тогда уже живших на поселении. И, кстати говоря, жена одного из декабристов подарила ему книгу, которая всегда была там с ней, и которая и по сейчас лежит в музее Достоевского в Петербурге, потому что по этой книге он всегда гадал. И, кстати говоря, в день своей смерти именно слова из этой книги ему подсказали, что в день смерти его подсказали ему, что он умирает. Это были слова неудерживания. Из какой же книги, что это была за книга, которую подарила ему та самая Мария Раевская? Да. Это было Евангелие. И это Евангелие обеспечило его духовный переворот. Видеть это Евангелие, которое прошло две сибирские каторги, декабристскую каторгу Достоевского, можно и по сейчас в музее Достоевского на одной полке с двадцатью папиросами с крепким турецким табаком, которые Достоевский набил себе в последний день, надеясь завтра диктовать. Ну вот еще одна очень важная книга, кстати говоря, показывает нам, что Хия Камзеврибат. Это известный отчет Ивана Гончарова о кругосветном путешествии, который называется «Фрегат Паллада». Фрегат, который вышел из Петербурга, пришел в результате через весь мир и через Японию, пришел к восточному берегу России и путешествуем с востока на запад, тоже концепт дороги, является весь эпилог. Естественно, что по дороге Гончаров проезжает мимо декабристов и не может с ними не увидеться. Они были тогда такой же достопримечательностью Сибири, как суверенно-хоторховский был главной достопримечательностью Читы. Так вот, книга Гончарова, я вдруг сейчас впервые подумал об этом, доказывает нам, что даже уехав из России в кругосветное путешествие, ты приезжаешь в результате на каторгу. Как это не изумительно. И именно результатом этого кругосветного путешествия было для Гончарова знакомство с декабристом. Как раз после Достоевского, у которого на каторге заканчиваются все вопросы, потому что каторга снимает все духовные проблемы. Ну, на каторге заканчиваются преступления и наказания, бесы им. Там, правда, еще есть самоубийство главного героя. Естественно, что братья Карамазовы, где Митинька уходит на каторгу и должен с нее вернуться в следующем томе, но он не написан. После этого, после этой легализации окончательной каторжной темы в России появляются в 90-е годы 19-го столетия появляются три текста, которые привлекают внимание к каторге как главные русские проблемы. Первый – это текст романа Достоевского, роман Толстого «Воскресенье». Роман, который не только подводит итоги русского 19-го века, но и задает фабульную схему 20-го. Об этом мы будем подробно говорить в лекции, посвященной роману, поскольку это фаустианская фабульная схема, схема Фауста, изводящего Маргариту из тюрьмы. Правда, ценой ее гибели. Вот эта фаустианская схема, которая потом в том или ином виде воплотилась и в «Тихом доне», и в «Хождении по мукам», и в «Докторе Живаго», и, страшно сказать, в «Лолите». Эта схема впервые задана, кстати говоря, «Лолита», где герой ее пишет, кто-нибудь помнит? Гумберт Гумберт пишет ее в тюрьме, находясь под следствием. Это, правда, тюрьма американская, но роман-то русский. Так вот, фаустианская схема заложена у Толстого в романе «Воскресенье». Вторым ключевым текстом 90-х годов о Катаре стал документальный роман Чехова, его единственный документальный роман, роман, заложивший основу всей русской журналистской прозы, прозы расследования. Это «Остров Сахалин». Я принадлежу к числу тех экзотических поклонников Чехова, которые считают, что это его главный текст, лучший. Мы будем подробно говорить о том, что в случае Чехова его интерес к тюремной теме был детерминирован главным образом не столько его озабоченностью социальной, сколько его главной физиологической проблемой. Чехов страдал довольно распространенной болезнью, которая, кстати говоря, и привела к тому, что у него совершенно отсутствует тема дома у единства из русских классиков. Семья, дом в творчестве Чехова всегда тюрьма. Все дома у него зловонные, тесные, а любит он больше всего на свете степь, открытое пространство. Может быть, кто-то из вас даже и скажет мне, как физиологически, вполне медицински называется эта болезнь. Клаустрофобия? Клаустрофобия. В ответ спасибо, очень приятно. Это Катя сказала. Естественно, эта болезнь называется клаустрофобией. У Чехова она была доведена до панических атак, до физиологической остроты. Весьма любопытно, что палата номер 6 содержит автопортрет Ивановича Громова, который сошел с ума на почве страха тюрьмы. Зная произвол российского судопроизводства, он внушил себе, что его могут арестовать за убийство двух нищих в овраге. Он никого не убивал, но ведь взять могут кого угодно. В результате он сначала перестал ходить на службу, потом начал прятаться, а потом сошел с ума. Иван Ильич Громов, даже внешне, полный чеховский автопортрет. И вот весьма любопытный вопрос. Те из вас, кто более-менее понимают психиатрии, с поразительной легкостью на него ответил. Чехов от своей клаустрофобии излечился. Именно она, побежденная, позволила ему написать всю его великую прозу 90-х годов. Каким же образом можно излечиться от страха тюрьмы? Сесть в тюрьму. Кто сказал? Испытав на себе. Ну, не то, что испытав на себе, а пойдя навстречу своему страху, попав туда. Вот у меня, например, всегда был панический страх бездомности, бродяжничества. Именно поэтому я выбрал профессию журналиста, самую бродячую профессию, которая позволила мне этот страх победить и раскрепоститься. Чехов поехал на остров Сахалин по очень странной причине. Никто не знает этой причины. Почему преуспевающий молодой писатель, 30 лет, которого и Чайковский, и Стасов, и Толстой, считают главным преемником великой культуры Золотого века. Почему-то он бросает все и через всю Сибирь едет на каторгу переписывать полностью население острова Соколина. Заполняет больше 300 карточек биографиями, историями, судебными процессами и пишет огромную по своим меркам, он вообще редко писал объемные вещи, книгу о каторге. Чехова влечет в самый простой инстинкт. И Чехов по образованию кто? Врач. Так вот, единственный способ, инстинкт врача исцелить болезнь, лечить подобное подобным. Чехов едет в тюрьму, чтобы перестать бояться тюрьмы. И после этого чередой, буквально за 10 лет, создается все лучшее, что он не мог написать до этого. В раннем Чехове чувствуется странная скованность. А в позднем небывалая свобода, где он договорил до конца все те вещи, которые боялся сформулировать. О своей ненависти к труду, о ненависти к интеллигенции, о ненависти к скучнейшим и однообразным, и необразованным русским людям. Это ему принадлежат слова, что даже если ехать в поезде сутки по жаркой степи, это все равно не доведет себя до такой скуки и отчаяния, как 10 минут в купе с русским попутчиком. Это точные слова. Чехов раскрепостился и написал все великое, в частности, пьесы, именно по возвращении с Сахалин. Но была и третья книга, книга, которую нельзя недооценивать. Это журналистская, чисто журналистская трехтомная работа Власа Драшевича «Каторга». Именно трехтомник о каторге содержит, в отличие от Чеховской книги, самое интересное – набор каторжных легенд, каторжного жаргона, который, впрочем, появлялся еще в петербургских трущобах Крестовского, набор каторжных кличек и биографий, ну, в общем, если угодно, культура русского шамсона в огромной степени пошла с трехтомника Драшевича. Драшевич был репортер, причем репортер, вышедший из низов общества, сын, брошенный матерью и усыновленный полицейским, который нашел его брошенным в гостиничных номерах. Очень уж мальчик был хорошенький, поэтому, собственно, Драшевич и взял фамилию этого полицейского, а не фамилию матери известной журналисты. Правда, она потом раскаялась, его вытрябало себя, и Драшевич говорил, что никогда он не был так счастлив, как когда воспитывался у полицейского, и никогда не был так несчастлив, как вернувшись к матери. Но это отдельная тема, мы будем говорить о Драшевича применительно как. Его книга имеет огромное репортерское значение. Ведь, понимаете ли, тоже вопрос на сообразительный, в каких случаях журналистика приходит на помощь к литературе, в каких случаях явления осмысливаются сначала в журналистике, а потом в литературе. Ну, например, вот явление русского фашизма, ксенопомии. Это ведь осмысленно сначала в журналистике, у Короленко, в статьях про Мултанских, Утиков, Срачинское, дело-дела Бейлиса, литература подоспела потом. Почему журналистика раньше? Может, потому что журналист может зафиксировать какое-то событие в моменте, которое только что произошло. Журналист фиксирует его в моменте, а что делает литература? Да, а так и рефлексирует. Вот. Так вот, сформулируем чуть иначе. Литература ищет психологические основания. Но есть вещи, которые психологически не обосновываются. С какого момента, с чего поселяется в сознании, это невероятная, иррациональная ненависть к чужому, к другому. Ведь молтанские вытики, русские мужики столетиями жили рядом. И вдруг дело об убийстве Конана Матюнина привело к молтанскому делу. Ведь погромов не было в Кишиневе. Но появился кишиневский погром, инспирированный правительством, и появился очерк Короленко, дом номер 13. Гениальный пример журналистики. Ведь смертная казнь в России никогда не применялась так широко, как при Столыпине. Но началась эпидемия смертной казни, и появляется документальный роман Короленко, бытовое явление, одна из самых страшных книг в русской литературе. Ну а вот каторга – это пока еще журналистское расследование по поводу роли тюрьмы в русской жизни. Для того, чтобы эту роль философски, главное, психологически обосновать, появляется, прежде всего, именно психологическая книга Солженицына, которая подробнейшим образом описывает духовную эволюцию зэка. Но чтобы написать архипелаг «ГУЛАГ», надо было пройти через русский XX век. Целиком тюремный. Тюремный при Николае II, тюремный при раннем большевизме, тюремный при сталинском терроре. И только тогда Солженицын пишет свой архипелаг «ГУЛАГ», в котором есть подзаголовок, может быть, этот подзаголовок кто-то из вас даже знает. «Опыт художественного исследования». Это именно художественное исследование. Потому что, кстати говоря, опыт научного исследования лагерной психологии предпринял только один писатель – Георгий Демидов. Поскольку по образованию он был физиком, у него был строго научный подход ко всему. И этот научный анализ тюремной психологии так напугал власти, что у Демидова изъяли все пять томов его машинописных сочинений и не отдали. К счастью, они не были уничтожены. И в конце 90-х дочери удалось получить их на руки. С этого момента великая лагерная проза Демидова стала достоянием масс. В частности, великий, непревзойденный рассказ «Дубарь» и столь же непревзойденный рассказ «Без бирки» и столь же знаменитая повесть «Оранжевая обожурная». Это опыт научного исследования ГУЛАДА, а опыт художественного исследования это Солженицын. Но первое исследование предпринял Дорошевич, потому что журналистика это как-то фигура на носу корабля, которая первой сталкивается со всеми близкими. Вот с этих трех великих книг «Воскресенье. Остров Соколин и Каторга» в русской литературе началось осмысление о Каторге как концепта, которое привело русскую литературу, надо сказать, к очень неприятному выводу. Чехов задается вопрос, почему на русской Каторге нельзя создать человеческие условия? Да, плохие, да, тюрьма, да, место исправления, прежде всего исправления, а не только наказания. Но почему это получилось так? Почему нельзя провести такую реформу пенеценциарной системы, чтобы там хотя бы каждый шаг и каждый миг не был тотальной пыткой, тотальным унижением? Чехов не отвечает на этот вопрос напрямую, все его творчество отвечает на это. А вот Толстой в воскресенье отвечает. Если в России не будет Каторги, в России не останется ни одного стимула вести себя по-человечески, потому что мораль в России не проповедана, потому что религия в России приватизирована государством, потому, как сформулировал Александр Житинский в романе «Потерянный дом», что нам не ведома никакая основа этики, кроме страха. И вот этот страх тюрьмы является в буквальном смысле главной духовной скрепой русского общества, потому что оно единственное, что его скрепляет. Ужас тюрьмы. А этот ужас настолько всепроникающий, что над ним рефлексирует даже анекдот. Анекдоты, блатная песня, подчеркивал Андрей Синявский, два главных жанра русской культуры XX века. Под любую маску, в любую абсолютно точку анекдот просовывает свое спасительное лезвие. И вот сидят двое представителей северных народов на краю света и болтают ногами. Один другому говорит, хочешь политический анекдот расскажу? А другой отвечает, не надо, в Сибирь сошлют. Куда тебя сошлют? Ты на краю света. Но и на краю света страх тюрьмы оказывается самым страшным, что может быть. Я процитирую комическую про Золушка, которая была написана в России не так давно. Там на балу, когда начальник стражи обсуждает перспективы, он говорит, мы можем выловить здесь всех государственных преступников и немедленно обезглавить. На что ему Королевский Палач говорит, зачем же обезглавливать? Может сначала в тюрьму? На что начали стражи говорить, нет, нет, не надо, у нас добрая новогодняя сказка. Действительно, смерть в России гораздо предпочтительнее тюрьмы, потому что смерть не сопряжена с унижением. Смерть это даже что-то героическое. А тюрьма это унижение, тюрьма это лишение всех прав состояния, то есть лишение права называться человеком. Когда ты попадаешь туда, на тебя перестают действовать законы, любые абсолютно. Но вот какой парадоксальный, логичный задним числом, но абсолютно непредсказуемый с 19 века завиток тюремной темы появляется в России в 20 столетии. И, как ни странно, этот завиток оказался серьезным элементом творства не только, скажем, Горького, но и Солженицына. В те же самые 90-е годы, когда появляются три фундаментальных текста о Катане, появляется в России первый писатель, который может быть назван всенародом. Первый писатель, чьи стартовые тиражи достигали 30 тысяч экземпляров. Это небывалые цифры для русской литературы, где рекордом до этого было 7 тысяч Фадея Булгарева или Матвея Комарова. Это Горький. А Горький с помощью одной идеи завоевала аудитория. Но есть такая точка зрения, что на Горького работала всеобщая грамотность, что Горькому помогли грамотные пролетарии прославиться. Нет, это было не так. У Горького была одна идея. Идея, которую он почерпнул из Ницше. И именно на этой ницшанской идее Горький стал любимым писателем России. А что же это за идея? Идея недостаточности человека. Идея, что эволюция продолжается и на смену человеку приходит сверхчеловек. Молодцы! Молодцы! На смену человеку приходит сверхчеловек. Этого сверхчеловека, героя Третьего завета, ожидают с разных сторон. Мережковский считает, что он придет из культуры. Андрей Белый, что из музыки. Блок, что из романтики. А романтика Горького она вообще очень странная. Горький считает, что проект «Человек» не состоялся. Что его надо испепелить, отменить или перековать. Кстати, есть ли среди вас, мне просто очень интересно социологически, есть ли среди вас хоть один человек, который читал поэму, драматическую поэму Генрика Ипсона «Терргюнд». Такого человека нет, следом вас ожидает огромное наслаждение. Один есть. Помните, что собирались делать с пергюнтом в конце драмы? Если честно, плохо помню. Переплавить. Он идет на переплавку. Из него сделают ложку или пуговицу. Потому что человек недостаточен. Человек есть то, что надо переплавить. Помните формулу Ницшера? Человек не есть то, что дано. Человек есть его усилие быть человеком. Горький довел это до абсолютно русского предельного радикализма. Человека надо отменить. Человек нуждается в радикальной перековке. И у этой перековки могут быть только два инструмента. Ну, один очевиден. Социальная революция. В социальной революции Горький довольно быстро разочаровался. Ему стала мечтаться революция духовная. А эту духовную революцию он мечтал осуществить в самых разных формах. Пытался как религиозную партийную школу на Капре не вышло. И Ленин эту школу разогнал, кстати. Пытался воспитывать через культуру, не вышло. И тогда в 28 году, посетив Россию после долгой эмиграции в Италии, Горький едет на Соловьки и видит там инструмент масштабной перековки человечества. И появляется утопический, страшный, омерзительный по своей природе очерк Горького Соловьки. А потом его же очерки о трудовой коммуне Макаренко, которая называлась Куряж. А потом инициированная им же книга 30 писателей о строительстве Беломор-Канава. По выражению Солженицына первая книга в мировой литературе воспевшая рабский труд. Даже египтяне не доходили до такой апологии. Даже китайцы во время строительства Великой Стены. Кстати, поучаствовали в этом проекте не последние люди, а Зощенко, Олеша и даже Шкловский, которого, впрочем, спросили, ну, как вы себя чувствуете на строительстве Беломор-Канава. И Шкловский ответил гениально, как живая лиса в меховом магазине. Ну, а эти великие слова никак не отразились в книге. А книга пронизана Авербаховским, Авербах был в этот момент правой рукой Горького, и, собственно, Горьковским восхищением перед масштабной переговкой. Горький, обращаясь к чекистам и сказал, вы сами не понимаете, черти драповые, это было его ласковое обращение, какое великое дело на благо всего человечества осуществляете здесь. А что же это за великое дело? Инструмент перекувки. Именно этой перекувке посвящена пьеса Николая Погодина «Аристократы». Погодина – это автор ленинской трилогии, главный ленинист русской драматургии. В «Аристократах» воры в законе, кстати, очень обаятельно, очень хорошо написаны, становятся передвиками социалистического производства. А почему? А потому что за социалистическое строительство на Беломор-Канале они уважают себя больше, чем за воровство. И выходят они оттуда перековавшимися. Да, тюрьма – это инструмент перековки. И до этой страшной мысли доходили не только социалисты, доходил до него и Солженицын. Потому что именно для него тюрьма стала источником познания мира. До этого он не понимал, что такое Советский Союз. То есть он догадывался, но думал, что это нормально. А вот когда его за невиннейшие предположения об оттепеле после войны арестовали в 45-м году в апреле за месяц до победы работала машина бесперебойно, вот тогда то он всю правду и написал. Но понял точнее. Но надо сказать, что одновременно в обществе шла другая великая подспудная работа. Общество, которое прошло лагеря, начало понимать, что такое советская система. Они поняли, что вся советская система была всего лишь одним огромным лагерем. И догадкой об этом были тюремные стихи Ольги Бергольц, главного, вероятно, советского поэта 30-х годов, которая и в блокадном Ленинграде видела, что тюрьма продолжает оставаться главным страхом и работает бесперебойно. Единственным, что в это время в Ленинграде ело досы, была кровавая машина смерти, которая продолжала жрать и перемалывать людей. Разумеется, в 60-е годы в эпоху Отепеля страна получила некоторую первичную информацию о том, что происходило в лагерях. До этого многие об этом просто не знали, потому что многие оттуда не возвращались. Тогда, как сказала Ахматова, наконец-то две России посмотрят друг в другу в глаза. Та, что сажала и та, что сидела. Но получилось так, что Россия, которая сажала, осталась при своем. Известен случай сообщенный Эммой Герштейн, замечательный, хотя и очень колючий мемуарист. Один из заключенных вспомнил, как следователь ставил перед ним, голодающим, умирающим, тарелку супа и в этот суп смачно плевал. И потом наблюдал, как заключенный этот суп, стоя на четвереньках, жадно поедает. И вот тогда этот заключенный в 56-м году выйдя на воле, встретив этого следователя, тоже к тому времени уже отсидевшего, это была их обычная очередь, спросил, ну хорошо, вы должны были меня бить, вы должны были выбивать из меня показать, но зачем вы это со мной делали, ведь это было некоторой чрезмерностью, даже по теме следователь, застенчиво улыбаясь, ответил ему, знаете, увлекаешься. Так вот, эта застенчивая улыбка многое нам говорит о природе русского общества. В 70-е и отчасти в 80-е годы после перестройки правда о тюрьме стала гораздо более полной. Появилась правда о малолетках, вероятно, самая страшная книга этого времени «Адлян» или «Воздух свободы» Леонид Габышева, появились мемуары диссидентов, была впервые в полном составе, полным комплексом со всеми дополнениями опубликована титаническая работа Солженицына в России. Но, к сожалению, и это никого не спасло. Солженицын говорил, что по-настоящему Россия может освободиться, если прочитают архипелаг ГУЛАГ. Вот Франции хватило, там появились новые левые, которые раскаялись в левачестве и стали называть себя детьми Солженицына. А вот России не хватило. И в России благотворность тюрьмы продолжает оставаться сегодня одним из важных концептов, потому что удержать общество в рамках практически невозможно. И только тюремные воспоминания молодых, например, Дмитрия Палашченко, который прошел через дело сети, может быть, хоть как-то подействует на это. То, что Россия любит детей. Когда мучают взрослых, это не обидно, а за детей как-то они обижаются. Вот такой вкратце очерк эволюции тюремной темы за три века русской литературы. У вас есть сейчас время задать вопросы, выразить негодование, или, может быть, предложить альтернативную версию о истории русской тюремной литературы. Я совсем не упомянул о поэзии, но это отдельная тема, потому что русский шансон это, наверное, ключевое выражение русской души. И мы посвятим ему две финальные лекции. Ведь именно я вместе с Анной Петренко составил книгу тюремной поэзии «Камерная лирика», которая представляется мне самым полным собранием чревнего фольклора на сегодняшний день. Какие есть вопросы? Я открываю чат, но пока чат открывается, вы можете задать эти вопросы и лично мне. Да, кто будет следующим гостем Жизелы, когда ждать новый выпуск? Следующий гость Антон Долин, потом Алла Демидова. Новый выпуск должен выйти сегодня. А как у Венечки Ерофеева? Вот насчет Венечки Ерофеева все сложно. Понимаете, книга Ерофеева, ну и, разумеется, Венедикта, потому что Виктор написатель. Книга Венедикта Ерофеева это в жанре Одиссей тоже, но, как всякая Одиссея, это жанр плавания по главной русской стихи. Одиссеем еврейского мифа является Моисей, который бороздит пустыню. Одиссеем русского мифа является Чичиков, который ездит в Кибитке. А что является кораблем Венечки Ерофеева? Поезд. Электричка. Электричка, да. Электричка. Но плавает он по другой главной русской стихии. По какой же? По алкоголю. По водке, конечно. Водка это русское море, по которому плавает Венечка Ерофеева. Обратите внимание, что тюремная тема там отсутствует, а присутствует тема военная. Они первое, что делают в захваченном им регионе, отделяются от остальной России, объявляют войду Швеции. Прекрасная идея. Это гениальное пророчество ДНР, ЛНР, потому что декларации независимости так называемого ОРТ-2 были писаны примерно тем же языком. Да, вижу поднятую руку. Да, говорите. Здравствуйте. Скорее, не вопрос, а такой небольшой добавочный комментарий к началу о разговоре о том, как просветляются люди в тюрьме. В декабре прошлого года мне так не посчастливилось, я оказалась на сутках на, к сожалению, окрестина в Беларуси. Это такой, это цикл изоляции. И у меня был интересный опыт с человеком, который попал через день после нас с мамой, человек, полностью поддерживающий власть и попавший совершенно по ошибке, и который полностью отрицал реальность, полностью соглашался с тем, что происходит в стране и называл все это грамотным. Через 10 суток та, которая рассказывала про митинг в поддержку президента и с удовольствием рассказывала про конфеты, которые ей давали на этом мероприятии через 10 суток слушая все наши рассказы, истории, то, как мы делились друг с другом каким-то опытом, мнением. Она настолько просветлилась. Она плакала и говорила, господи, если бы я знала, я ей этот шоколад кинула, а не ела бы. И она плакала всю ночь. То есть у нее она все сутки молчала и в какой-то момент ее просто так выбило из себя, что она полностью человек поменялся. И когда мы все живем на свободе, человек совершенно другой. Вот просто кардинально. Знаете, это очень здравое наблюдение. Достоевский говорил одному из своих молодых друзей. О, как прозрела бы вся Россия, пройдя через каторгу. Но даже просторов России на это не хватит. Весьма глубокая мысль. Никита, да, пожалуйста. Да, смотрите, у меня тут вопрос. Вот вы рассказываете про очень много разных произведений, которые хочется прочитать, про тюрьму. Они все тяжелые, потому что про тюрьму читать, про ГУЛАГ читать очень тяжело. Но я вот сейчас не знаю, как в такие времена, вот сейчас времена военные, когда творится ужас прямо у нас в новостных лентах, можно читать про еще один какой-то ужас, который был когда-то и тоже есть. Как это психологически? Могу вам сказать, могу, Никита, есть ответ на ваш вопрос. Есть смешные книги о тюрьме. Это, конечно, черный юмор, но они жутко смешные. Почитайте 58,5 Валерия Фрида, А еще этого легко найдете в сети. Прочтите рассказ Дунского и Фрида, лучший из них, который Ярослав Смелихов назвал «Это тюремная кармен». Потрясающий рассказ. Кстати, он вам поможет во владении блатной феней, потому что... О, кстати, расскажу вам историю. Я пришел брать интервью к Фриду, знаменитому сценаристу, сталинскому сидельцу. Мы выпили, естественно, и я ему говорю, а вот у меня друг приставал к моей девушке. Что мне делать? Он положил передо мной лучшего из них, сказал, вот здесь набор тех выражений, с помощью которых ты должен с ним поговорить. Самым мягким из этих выражений было попутного хуя в сраку. Но разговор возымел действие. Спасибо. Простите, но мы филологи, мы можем цитировать что угодно. Почитайте этот рассказ, ребята, как он сделан. Я до сих пор оттуда помню один замечательный диалог. А он мне кричит, не психуй, а я ему соситый сифилист и хуй. Простите, ну что же делать? Ну вот тюремную тему обсуждаем. Почитайте, очень смешно. Да, пожалуйста, Д. Дима Крохин. Дима Крохин. здравствуйте. Я хотел задать вопрос о Горьком. Вы упомянули, что он считал тюрьмы, каторги как некоторый такой инструмент духовной эволюции, духовной перековки. Собственно, такой вопрос. Ну, он довольно широко известен как человек, который от этих самых тюрьм и так далее от прочих репрессий спасал своих товарищей, своих коллег, партнеров. И в то же время он сам своими глазами видел, что реально с этими людьми происходит в тюрьмах. То есть, почему вы уверены, что он действительно искренне верил, что это какой-то инструмент духовного роста? Подождите. Во-первых, спасал его. Спасала его первая жена. Екатерина Пешкова, которая руководила Международным Красным Крестом. И, может быть, от посадки и от ареста, от репрессий ее спасала близость к Горькому, но вообще-то он никого не спас. Более того, большинство его друзей и воспитанников сели еще и при нем. Его многие просили заступиться за жертв шахтинского процесса, но он ничего подобного не предпринял. Легенда о том, что Горький кого-то спасал, она ни на чем не оснула. Он, наоборот, всегда поддерживал сталинские репрессии, поддерживал их очень горячо. Солженицын, например, не верил в версию отравления Горького Сталина. Он говорит, зачем его было травить? Он же был сталинистом, хуже Сталина. Кому принадлежит фраза «Если враг не сдается, его уничтожат?» Она принадлежит Горькову. Но если брать шире, если говорить о его нервозрении, то ведь, понимаете, Горький и сам сидел. Он провел в тюрьме два месяца. Может быть, кто-то из вас знает, чем он там занимался? Это как раз расхарактеризует его как человека довольно мужественного. Он в камере Петропавловской крепости написал пьесу «Дети солнца». Это лишний рак. Я был в этой камере, когда снимал фильм о Горьком. Уверяю вас, это очень неуютное помещение. А уж кровать, которая там была с подушкой набитой сеном, там уснуть вообще невозможно. Это стальные прутья. И, тем не менее, Горький написал там одну из лучших своих драм. Это говорит нам о том, что некоторым мужеством он все-таки обладал. И, кстати, «Дети солнца» это пьеса о моральной перекурке. Это к тому, что там говорят, а вот попробовал бы он сам. Он попробовал. Конечно, ему досталось это сравнить на мягком варианте. Но ведь обратите внимание, большинство персонажей Горького, которые прошли перекурку, они прошли тюрьму. Например, Сатин. За что арестовали Сатина? Некоторые говорят, он растратил казенные деньги. Нет, это он потом их растратил, он стал шулером. А сел-то он за то, что отомстил расстрелителю своей сестры. То есть, он честный человек. Ребята, ну что мы говорим, для Горького тюрьма это не репрессия, это шанс, это не стена, дверь, это элемент духовной перековки. Я ненавижу эту теорию, но она имеет резон терапевтики. А детей солнца перечитайте, любопытная пьеса. Илюш, слушаю вас. Вот скажите, возник вопрос, вот мы говорили про Чехова, что он как бы психологически себя сажал в тюрьму, он ее боялся. Психологически пошел навстречу страху, дам. Да, но вот вопрос, вы вот сказали про тюремный век, что каждый себя гипотетически боялся тюрьмы, поэтому представлял себя там. Это актуально сейчас? Все мы по сути в большинстве своем боимся тюрьмы. Актуально и я скажу вам больше. Сегодняшняя ситуация универсальная. Знаете, я однажды интервьюировал Веру Хитилову, моего любимого чешского режиссера, и начал ей петь в уши, как я люблю ее фильм «Турбаза Волча». Может быть, кто-то из вас даже видел гениальный этот фильм «Турбаза Волча», где дети, заключенные на турбазе, жертвуя друг другом и собой, гениально, героически с этой турбазой сбегают. И потрясающий финал, когда над пропастью в синем тумане проплывает этот их ковчег, и они плотно обнявшись на нем стоят, и звучит мужской хор, и такая гордость и человечество вас приполняет. И я говорю «Вера, какой прекрасный финал!» А что она сказала? А что вы радуетесь? Они с одной турбазой волчьей едут на другую турбазу волчьей только побольше. Ну, что мы в конце концов будем делать вид, что не весь мир тюрьма. Нет, не весь, конечно, но весь русский мир тюрьма, потому что других духовных скрепов русского мира нету. И везде, куда русский мир может дотянуться, на территориях Украины, которые контролируются русскими, где самым главным инструментом является подвал, на территориях Белоруссии, где слова крестина, псевдонима, да, везде, куда дотянулся русский мир, тюрьма средства решения всех проблем. В остальном мире не так. Причем тюрьма остального мира тоже очень ужасна, что там говорить. Но только в России тюрьма является скрепой духовной жизнью. Да, пожалуйста, Саша Рохотская. Дмитрий Львович, вот вы говорили о том, что русскому человеку некуда убежать, скажем так, что везде он все равно вернется на каторгу. Но вот я недавно, ну как недавно, в начале года была в Одессе, и там была на экскурсии, там рассказывали о том, что изначально Одесса была таким городом, куда если перебежал каторжник, он становился свободным, и он больше не оставался каторжником. И вот это я к чему? Это я к тому, что отражено ли это как-то в литературе, может быть, о том, что все-таки можно убежать хотя бы туда? Начнем с того, что Одесса не давала каторжнику по статусу свободного человека. Просто при потемке определенному количеству зэков, сидящих по сравнительно легким статьям, предоставлялась возможность социальной реабилитации на строительстве Одессы и на освоении вообще южных земель. Это не реабилитация, это, если угодно, штрафный батальон в каком-то смысле. Но были земли действительно, куда беглый каторжник или беглый крестьянин мог убежать. Некоторым из вас наверняка знакомо выражение «с дону выбичи нет». Ну, донское казачество такое прибежище пассионариев. Вообще использовать каторжников как штрафбат цивилизации начал Иван Грозный. Ермак, который покорил Сибирь, он был кто по основному роду занятий? Разбойник. Нормальный разбойник, а его правая рука это вообще атаман Кольцо, который под именем Ваньки Перстня выведен в князе Серебряном. Иван Кольцо был, простите, самый жестокий преступник Ивановской России. Это, да, прозванный за свою жестокость Васильевичем. Да, ничего не поделаешь. Это довольно такой распространенный русский способ социальной реабилитации. Но откуда нет выдачи, беглый каторжник мог укрыться на Дону. Кстати говоря, главным сподвижником Пугачева был беглый каторжник Хлопуша, лицо которого было обезображено вырванными ноздрями. Участники восстания это те, кому нечего терять. Да, вы совершенно правы. Да, кто еще, пожалуйста, это у нас Саша Третьякова. Здравствуйте. Я хотела спросить, как вы думаете, есть ли шанс вообще у России сидящей, России сражающей, когда когда-либо встретиться лицом к лицу и осознать себя и может быть не настав ли этот решающий момент, когда все это гораздо ближе, чем нам кажется. То, что это ближе, чем нам кажется, бесспорно, потому что крушение русского мира мы наблюдаем вот здесь и сейчас в прямом эфире. Приведет ли это к революции духа? Ну, нет, наверное, есть некоторые люди, которых переубедить нельзя. Наверное, для них надо будет создать где-нибудь на острове Сахалин, хотя жалко остров Сахалин, но на территории, которую не жалко, создать маленькую субкультуру, где они могли бы и дальше заниматься взаимными пытками. Ну, бывают такие садмазохисты, почему бы не построить им такой маленький рукотворный ад, только не на территории Украины, всегда почему-то правильную Россию строят на чужой территории, в данном случае в Ордло. Донецк жалко, пусть они где-нибудь в России себе построят, какое-нибудь не Черноземье, и там пусть они этим занимаются, не жалко, вперед, там все равно ничего не растет, там можно предаваться взаимным пыткам и даже устроить там такую зону секс-туризма. Дарю вам этот сюжет, садмазохистов ведь очень много, да? Помните, когда в одной камере тюремной сидят садист и мазохист? Мазохисты, ударь меня, ударь, садист, а вот не ударю. Вот, понимаете, они бы могли там предаваться своим сексуальным практикам. Сколько влезет? Тот, кто напишет такую антиутопию, будет очень хорошо продаваемым автором. Это же приятно описывать, масса удовольствий. Так, Потапова, говорите. Тут после такого вопроса созрел следующий вопрос. Вот, например, после событий Второй мировой войны пришел юридический процесс, который очень социально повлиял на то, на это чувство вины и произошла такая публичная иллюстрация. Вот такая уже публичная иллюстрация, например, России, предположим, через год, она способна как-то вывести массы из этого состояния вакуума? Ну вот такая наивная, но ведь далеко не нюрнбергский процесс привел к перековке немецкого населения. Что заставляли делать, вы, может, в курсе, что заставляли делать немецких обывателей? Вручную разгребать пепел жертв и хоронить их. Вот пока этого не было, пока они не поедут вручную разгребать бучу, они ничего не поймут. А, между прочим, публичная иллюстрация ничего не изменит. В России всегда принято было валить на царя, на Сталина, и эти сейчас свалят на Путина, скажут, нам лгали. Всем лгали, но зачем ты верил, гадина? Вперед и разгребать вручную. А причем это касается всех. Я, как только появится такая возможность, поеду восстанавливать Украину, потому что моя вина перед ней неискупима. Лера Боровец, пожалуйста. Спасибо. Я просто решила, что я вынуждена уточнить про крах русского мира, действительно ли вы верите или уверены, или насколько сильно вы уверены в том, что этот крах наконец-то когда-нибудь произойдет, и произойдет он при нашей жизни. То есть вы хотите спросить меня, всегда ли будут плохие люди? Лера, всегда. Нет, всегда будут плохие люди, но... Но крах режима происходит на наших глазах, пока духовный, потом экономический и, наконец, социальный. Это я уже говорил многим, но почему-то не верят дураки. Я уже многим предложил заключить пари, что Новый год 2023 я, как и предыдущий год, буду встречать на студии Эхо на Арбате. Что-то никто не хочет заключать пари. Все пессимисты, а бабок жалеют. Да вы не жалейте, давайте поспорим на Щелбан. Я буду там. Я буду там в декабре 2022 года. Ночь с 31 на 1 я буду встречать там. В своем клубе одиноких сердец сержант А если можно, у меня еще один вопрос такого же плана. Получится ли когда-нибудь вот я из Белоруссии. Я вижу. Спасибо. Очень приятно, что это читается. Читается в надписи Боровец по фонетическому принципу. Да. Вот, например, в белорусской литературе ты куда не заглянешь, там везде что-то воюют с русскими постоянно. Там что-то пытаются прогнать, там пытаются прогнать. Вот эта проблема, она неразрешима ни в каком обозримом будущем. Так и будет белорусская литература состоять из того, как, ну, когда уже вот вы... Почему? Она разрешима, потому что Олеся Дамович не об этом, потому что Владимир Короткевич не об этом, потому что лучший белорусский писатель Василь Быков, мой не просто однофамилец, а большой друг, об этом. Я, кстати, помню, я приехал к Быкову, мы три дня пили водку и записывали интервью, положив подушку на телефон, чтобы никто нас не прослушал. И вот я ему говорю, Василий Владимирович, наверное, фамилия Быков означает прекрасные вещи, упрямство, силу, решительность. Да, я всегда так думал, пока главный донос на меня напечатал в Лукашинковской газете якобы партизан Александр Быков. Мы очень-очень увеселились по этому случаю. Василий Владимирович совершенно не был русофобом и, сейчас простите меня за это слово, не боялся русских. Русских-то вы выгните, они и сами уйдут. Вот что вы потом будете делать, кого вы погоните потом, это действительно интересно. Но вы не переживайте. Вот я вам скажу одно. Недавно Женя Ройзман Евгений Ройзман поэт-прозаик сказал замечательную вещь. Для духовного оздоровления славянства вполне достаточно, чтобы в любой точке Евразии встретились на переговорах три лидера трех стран. Лидер Белоруссии Тихановская, лидер Украины Зеленский и лидер России Навальный. После этих переговоров духовный климат станет вбор. Уверяю вас, это делается очень быстро. Если кто-то хочет аккредитоваться на эту встречу, я могу с Навальным поговорить. Хорошо, хорошо. Значит, поскольку вопросов больше нет, спасибо вам за долготерпение. Писать мне вы можете на адрес дмибыковсобак Яндекс.ру. В следующий раз мы встретимся поговорить о записках из Мертвого дома. Но у нас еще есть несколько вопросов в чате. Гумаляйте, хорошо. Пожалуйста, я ваш. Давайте, наверное, кто записал вопросы, озвучьте их, пожалуйста, устно. Говорите, говорите. А, тут девять вопросов в чате. У меня был вопрос, но тут, кажется, Антон раньше был. Говорите, говорите. У меня вопрос довольно пространно здесь описан, поэтому я в двух словах перескажу пост Александра Роднянского о том, что русско-российская культура, как он пишет, повинна в том, что сейчас происходит в Украине, и в частности после Бучи нет никаких моральных оснований больше отстаивать и говорить о российской культуре. Как вы считаете вот этот тезис о всеобщей повинности, который уже экстраполирует? Да, я уже это слышал, и сейчас я прочел ваш вопрос, хороший, спасибо. Вы имеете в виду пост Роднянского, который я прочел тоже. Да. Видите ли, русскую культуру обвинять не надо. Знаете почему? Потому что Евангелие, текст, наверное, более важный, тоже никого не остановил. Более того, он стал одним из инструментов инквизиции. Культура, она не для того, чтобы останавливать. Остановить человека может личный опыт или военная сила. Культура для того, чтобы помогать человеку постигать причины, социальную реабилитацию. Культура вообще инструмент довольно локального действия. Культура, вот здесь внимание, культура воздействует не на рефлексы и не на инстинкты, а на мозг. для этого необходимы и достаточно как минимум одного условия. Какого? Наличие мозга. Чтобы он был, совершенно верно. и для этого вообще зона воздействия к культуре очень локальна. Я мог бы вам предложить честный вопрос, но не факт, что я получу честный ответ. Хоть на одного из вас прочитанная книга когда-нибудь в жизни подействовала, вы под ее действием свершили поступок или вы сдержались от поступка. На меня подействовала один раз, могу рассказать как и какая, но сначала вы. Ну, я помню, что под воздействием книг Алексеевич я прям вот просто радикально поняла, что я вот если у меня есть своя позиция, я буду говорить. И когда я говорила, что Крым не российский, Крым анонсировали, я так и говорила. Я получала в классе даже физические расправы за такое, но я говорила. И вот именно эти книги, то, как они давали информацию вообще в принципе, дали мне понять, что говорить надо и нужно говорить правду, даже если есть последствия. Это еще ничего. Правда, это тоже слово, а не действие, но все-таки иногда хорошее слово тоже дело. Допустим, Алексеевич на вас повлияло, хотя я должен признать, что Алексеевич, действуя в лучших традициях Адамовича, тоже воздействует чаще всего не на мозг, а на рефлекс. Большая часть ее произведений находится за гранью культурных конвенций, а они как бы бьют ниже пояса. Вообще, чтобы культура, особенно книга, кино с его визуальной агрессией иногда да, а вот чтобы книга подействовала. На меня один раз подействовала. Я прочел Веллера, значит, его майора Звягина, приключения майора Звягина, и когда мою девушку ударил однокурсник, я поехал бить этого однокурсника. Но он так сумел, во-первых, мы подрались на равных, ни я его не побил, ни он меня, и весь вечер вместе пили. С ним я очень подружился, а девушку мы потом оба бортанули. Честно говоря, правильный он сделал, но я не могу такого сказать. Нет, это неправильно. Бить женщин нельзя ни при каких обстоятельствах. Но вот это был единственный случай, когда я под влиянием литературы сказал, что же я вечно терпила, пора ехать и действовать. Это было ошибка. А вообще литература не действует на людей. Литература, она, давайте уж назовем вещи своими именами, она для двух вещей. Для понимания, для объяснения и для наслаждения. Литературой надо наслаждаться. Ведь даже книгами о тюрьме можно насладиться, постоянно думая, слава тебе, Господи, это не со мной. Ну вот, я бы добавила, что, ну, мне кажется, что здесь вопрос в том, что какая книга и вот в какой период, потому что вот для меня, например, я очень четко запомнила тот момент, когда я прочитала «Унесенные ветром», и вот я вот просто помню, что я до этого состояния была какой-то амебной массой, а прочитав, и вот как-то вот персонаж Скарль Тахара меня выдавил. И как раз и вот после этого я помню, что я по-другому начала оценивать. То есть я не могу сказать, что это было не совсем удовольствие. что-то книгу через себя. Нет, Саш, в чем проблема? Это не очень хорошее воздействие. Когда, значит, Маргарет Митчелл получила письмо от одной поклонницы, я полюбила Скарлетт и всегда буду как она, она ей ответила, ничего худшего вы мне сказать не могли. Забудьте про эту шлюху. This war. Она очень неприятная женщина, Скарлетт Ухара. Так что... Нет, персонажи, она отрицательная, но... Да-да, лучше бы на вас не влияла эта книга. Нет, я имею в виду того фонтана жизни, который из нее просто вот так вот... А знаете, фонтан жизни, живиальность, он очень часто прет из отрицательных героев. Витальность очень сомнительная черта. Если вы вспомните странную историю доктора Джекеля и мистера Хайда, мистер Хайд был гораздо витальнее Джекеля. Он был очень энергичный. Мог ногами забить целого лорда. Настя Шейко, пожалуйста. Здравствуйте. Анастасия Шейко, меня зовут. Я хотела немножечко не по теме и по теме одновременно попросить вас посоветовать, что почитать к следующей лекции. записки из мертвого дома. Хорошо, спасибо большое. А тут очень хорошо, на какой срок приблизительно мы с вами, москвичи, можем забыть о посещении России. Ну, во-первых, посетить Россию мы с вами можем в любой момент. Знаете, классический анекдот, да? Может ли водитель на горной дороге развернуться круто на скорости 120 км в час? Может, но только однажды. Так и здесь, понимаете, вы можете посетить Россию, но если говорить объективно, то думаю, что август время краха, сентябрь время восстановления, в октябре придется Леше Навальному помогать принять власть, как-то, ну и вернее в декабре встретить Новый год на Эйхе. Я работаю здесь на кафедре компаративистики и заведую кей довольно крупной антропологиня. Она меня, когда я приехал работать, она меня вызвала и сказала, старик, мужик она меня зовут, мужик, я понимаю, что в мае, в крайнем случае в августе, тебе придется поехать, принять власть, выступить пару раз на каких-то митингах. Мужик, для нас всех это очевидно. Я только прошу, чтобы ты вернулся в октябре. Во-первых, временное правительство не усидит, а во-вторых, пригласить тебя стоило бы мне большого труда. Поэтому, ну да, в августе поеду, в октябре вернусь. И вы тоже особо не рассчитываете там задержаться. Но, по-моему, направление задано. Вектор ясен, а с какой скоростью Россия будет ползти в эту сторону и как она будет при этом стянать, по-моему, никому особенно не интересно. Так, еще вопрос. Слышал я белорусский городской роман Симофея Вильна? Да, конечно. Возможно ли формирование новых скрепт вместо тюрьмы в России? Да, конечно. Образование, дети. Дети – тема, которая всех занимает. Мы с вами, молодежь, педагогика. Мы, вот, единственный способ, который как-то изменил Россию, это всеобщее среднее образование. Других заслуг у большевиков нет. Есть ли параллели между тюрьмой и армией? Есть очень серьезные. А более того, российская армия и есть тюрьма в общем. Именно поэтому она так и воюет. Понимаете? Потому что тюрьма никого не перевоспитывает, и армия никого не воюет. Эти организации не справляются со своей миссией. У них миссия одна. Быть чучелом, жутелом, запугивать. Это очень важно. Будем спорить на шампанское. Ребята, давайте поспорим так. Давайте поспорим не просто на шампанское. Давайте поспорим на ящик. Ну, нацикарты только очень много. Ящик Абрау Дюрсо тогда. Но только крымское не предлагать, товарищи. Вот. Договорились, да? Значит, слава тебе, Господи, вопросы больше. Ребята, как я счастлив вас всех видеть. Какие вы все классные. И как мы славно проводим время. До скорого. Через вечер, в среду. В среду мы увидимся. Целую, пока. Спасибо. Всего доброго. Мы вас любим. Спасибо вам большое. До свидания. Большое спасибо. До свидания. До свидания.